Чиновники продолжают наступать на права граждан. Любыми методами, запугиванием и даже нападениями. На сей раз они решили снести поликлинику Российской Академии Наук. Граждане недовольны. Сегодня они собрались в школе номер 1265 для того, чтобы провести общественные слушания. Поликлинику они чиновникам отдавать не хотят. Творческий зуб чиновников, сроченных с бизнесом, понятен. Им бы поскорее откусить золотую московскую землю и, построив на месте бывшей больницы ран элитное жилье, продать его и набить свои карманы. Путин любит говорить о том, что госслужба и бизнес две вещи несовместные. Но плевать они хотели на Путина. Если надо, откатят, распилят и рассуют по карманам. Тут большая поликлиника для Академии Наук. Других, ну такой поликлиники в общем-то нет. А чем же она помешала чиновникам? Потому что они хотят воспользоваться земельным участком и построить здесь несколько высотных домов с элитным жильем. Люди, которые будут жить в этих башнях четырех великих прекрасных, поведут своих детей. Только опять же в те же наши самые детские садики. Куда и так уже все переполнено, попасть невозможно. Потом, в наших районах переполнены школы. В классе, в начальной школе учатся по 30 человек, что уже прямо на пределе нормы московского правительства. Куда пойдут дети этих людей, которые будут жить в этих башнях? Они опять пойдут в эти самые школы. Ну то есть вообще шансов нет. Ну я уж не говорю про то, что эти четыре прекрасные башни требуют к себе подъездных путей. А как эти пути можно получить? Кроме как отрезав кусок от парка очередной, расширив улицы, которые сейчас есть, сейчас они обсажены деревьями, срубить все деревья, проложить рядом асфальтовые дорожки и по ним пустить еще машину. Ну то есть ситуация транспортная, катастрофическая в районе. Вообще не проехать в этом районе, в этом микрорайоне, потому что здесь четыре школы, где все приезжают на машинах за своими детьми. Ну в общем, то есть это вообще невозможно практически. Настроение жителей Гагаринского района можно выразить только словом возмущения. Застройщик планировал привести на слушание команду клакеров, но увидев большое количество граждан, дал команду никого из левых псевдожителей, якобы поддерживающих снос больницы, не привозить. Чиновники из префектуры держали людей на улице и в коридоре до последнего, ссылаясь на закон. Пропустим ровно в 18 часов, когда заявлены слушания. Тогда и начнем регистрацию. Не раньше. Вы угрожаете, что ли? Я не помню совершенно. Вы угрожаете, что ли? Что значит не угрожаете? Вам? Что значит не угрожаете? А вот говорят, всегда проверяют паспорт. Элитное жилье подразумевает под собой парковки. Апартаменты. Есть апартаменты для людей, которые смогут купить эти квартиры. А ученые, академики, потеряют доступную медицинскую помощь. Плюс еще, насколько я понимаю, здесь возрастет очень вопрос, как это называется-то, господи, в районе увеличится. Здесь свой народ живет, который... Проблема с садами будет, со школами, с медицинским обслуживанием тем же. Ну, то есть просто вот, ну, закрывает и все. Как я говорю, каток оптимизации, он идет. Вот это вот слово, знаете, фраза во всех бумагах звучит. Оптимизация коечного фонда. В целях оптимизации коечного фонда закрывается все. Вы знаете, на какое идет наступление на Академию наук? У нас отнимают здания, все. Потому что мы занимаем слишком много площади. А этим бандитам... О, здравствуйте! А этим бандитам, значит, надо что-то строить. Ведь продали наши гостиницы на Октябрьской. Продали дальше. Дом аспирантов у нас. Продали вьетнамцам или черт его знает кому. Все продают. Но что-то еще осталось. Закон в России работает только тогда, когда это выгодно чинушам. В эти моменты они бьются за исполнение каждой буквы, запятой и пробела. Но главный пробел в уверенности, что им позволено все. Заплачено и обманем, и запугаем, и изобьем. Оптимизировать можно, конечно, все, включая самого человека. К примеру, продать почку. Только жить станет от этого очень плохо. Только сердце действительно продать нельзя. Очень хочется верить, что благодаря нарастающей активности москвичей снести очередную больницу в Москве не удастся. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok